Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Икзагет. С вами священник Стахик Латвин. И сегодня, как обычно, по традиции, мы разберем, растолкуем один-единственный стих. Поймем, что даже в каких-то словах, которые описывают окружающую обстановку, можно сказать, погоду. Самый обычный разговор людей, незнакомых, друг с другом толком о чем подержать? Ну, о погоде поговорить. Но даже вот эти какие-то обстоятельства, которые описывают погоду, могут, если они взяты из евангельского текста, показать нам, как действовать в других обстоятельствах, обстоятельствах нашей жизни, которые порой нам и погода дворная, а может, когда-то хорошая, а может, и атмосфера, уже, увы, атмосфера не метеорологическая, атмосфера, которая у нас там на рабочем месте складывается, или в отношениях с близкими, с семьей, да, и с какими-то уже, может, прямыми нашими врагами, что-то мешает нашему спасению. И является ли это оправданием? Можно впустить в себя грех? А если мы его в себя уже впустили, пусть из-за окружающих событий, из-за окружающих людей, есть ли выход из этой ситуации? Итак, я предлагаю сегодня открыть Евангелие от Марка и прочесть тридцать седьмой стих. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. Если мы посмотрим русский текст, то вот это слово водою в греческом языке отсутствует. Ну, просто по-русски не говорят, что вот лодка наполнялась, ну, может, наполнялась людьми. Для греческого языка немножко другие грамматические правила, поэтому там подразумевается, что вот она уже именно водой наполнялась, а не какими-то ценными товарами или рыбой выловленной. Здесь тоже, конечно, мы видим обстоятельства, которые сопутствуют одному из чудес Господа, когда Господь показал, что он властен над стихиями. Господь плывет после проповеди в Галилею, и случается буря, и вот мы видим описание этой бурю. В этой буре, что она и великая, и что эта буря, она прям бьет лодку, вот эти волны все. И более того, вот самый последний важный момент, как мне кажется, то, что уже лодка наполняется водой. Ну, потому что, да, вот страшная буря, там человек в круиз куда-то плывет, ой, какая буря была! Или там на катере переплывает реку, там, Волгу, да, и тоже буря поднялась, ну, и тоже как-то вот, ну, какой-то адреналин, ну, нормально доплыл, вышел, ну, там, может, ноги промочил, да и той сапоги резиновые, может, и не промочил. А тут уже вот вода действительно внутри. И раз вода внутри судна, то это прямой путь, то, что и вода будет полностью внутри судна, и судно будет внутри воды, то есть пойдешь ко дну, а без спасительной вот этой лодки, и ты сам тоже, в принципе, ко дну пойдешь. Нам вот эта ситуация может, конечно, рассказать не о том, какая погода была на Галилейском озере, когда там был выше уровень воды, это сейчас сельское хозяйство, государство Израиля, королевство Иордании, да, там вот эти воды Галилейского озера используются для полива, и поэтому уровень опустился, оно поменьше стало, уже таких волн нету. Действительно, во времена Христа это была более серьезная водная преграда. Но помимо такого осмысления просто библейских данных, осмысления время, как поменялось, обстоятельства поменялись, вот важнее понять некоторый символический смысл. Апостолы, они находятся в ситуации, когда рядом с ними сам Господь Бог, Господь Иисус Христос, в этом же судне. То есть внутрь себя они Христа принимают. В такой ситуации находится, в принципе, любой человек, который, к Христу стремится, просто по-разному тебя Христа может принять. То есть человек просто взял, поверил. Он еще не крещеный, но он уже благовестие Божие внутрь себя принял. Он верит, да, Христос — это Бог. Да, по-христиански буду жить, буду с Богом в Царстве Небесном. Это то, что мне нужно, это то, что нужно моей душе. Уже Христос вроде рядом с ним, Христос в той же самой лодке вместе с ним. Да, точно так же мы смотрим дальше, и, конечно, человек берет и впускает в благодать Святого Духа себя, она его рождает для жизни вечной, и человек берет и получает благодать крещения, а потом приступает ко всем остальным другим таинствам Церкви, в частности, к таинству-таинству, к божественной Евхаристии, к причастию тела и крови Христовой, приобщается тело и крови Христовой, принимает Христос, входит в нас, и нашу душу, и наше тело наполняет. Правда, Христос в нас, Христос с нами, просто не только духовном уровне, но и на физическом уровне. Помните, как апостол Павел говорит, одно из моих таких любимых восклицаний апостола Павла, «Живу уже не я, но живет во мне Христос». И вот как раз это такая ситуация, Христос живет. И вот ты христианин, ты веришь в Христа, а при этом ты еще все-таки христианин, который понимает, мне Христос, чтобы я спался, должен быть со мной и во мне, поэтому я исповедуюсь, причащаюсь и живу церковной жизнью, живу жизнью духовной, живу в таинствах Церкви, в общении с Богом не пристану, от Христа не отделяюсь. Но вот что происходит. Происходят внешние какие-то обстоятельства. Действительно, ну что там, война, неурожай, и голод, связанный вместе с ним. Ну или просто вот кто-то гадости эти какие-то строит, козни строит. Конечно, строит сатана, но и через него люди окружающие, которые по пути греха пошли. То, что тебе неприятности доставляют. Или, в принципе, тебя болезнь какая-то сразила. И поэтому тоже внутри тебя живет уже не только-то вот Христос, но и живет и болезнь. Живет вирус какой-то, опухоль какая-то, да, которая твои жизненные соки высасывает, становится только крупнее, сильнее, а ты, наоборот, слабеешь, да, тебе все хуже. И хуже, и ты даже сил не то, что на любовь к ближнему, но и даже на любовь, на молитву, на общение с Богом уже мало остается. И мы видим, что все это, вот любая такая ситуация, она приводит к тому, что вот лодка наполняется водой, что вот наша природа может наполниться тоже не только какой-то болью и горестью, но и грехом. Надо понимать, что, в принципе, боль и горесть, несовершенство, в том числе даже несовершенство природных стихий, это все обусловлено нашим грехом. Апостол Павел говорит, вся тварь стенает и мучается до ныне из-за грехов рода человеческого. И поэтому даже вот неодушевленная природа, вот эти все цинами, извержения вулканов, землетрясения, это все тоже следствие человеческого грехопадения. И вот этот несовершенный мир действительно причиняет боль. И боль, она связана со грехом. И как вот боль и смерть, она в этом нашем мире, совершенным Богом сотворенном, но испорченным грехом человека, она возникает из греха, так и обратно, вот как кинетическая энергия в потенциальную, потенциальную кинетическую энергию, переходит, вспоминаем обычный хотя бы школьный курс физики. Вот примерно точно так же можно, увы, высказать по аналогии происходит и с грехом и болью. Что вот грех, он рождает вот этот боль, вот эту действительно озлобленность, вот эти какие-то козни, вот эти болезни, неважно, неважно от людей или от людей независимые проблемы, которые у нас появились. Это затрагивает нас, это начинает бить по нам, вот прям бьет, бьет, вот и наполняемся мы водой. И в нас вот эта вода, вот это как раз образ греха. Под влиянием внешних воздействий грех нас начинает потихонечку подтапливать. Тут что можно сказать? И раз грех нас подтопил, и это происходит рядом с Господом, Господь в той же самой лодке спит. Это не повод сдаваться. Это не повод сдаваться, потому что надо помнить, Христос все равно со мной. Раз Христос со мной, значит, неважно, что грех в меня проник. Неважно не потому, что, ой, ну пусть и будет здесь, а неважно потому, что ты сможешь его победить, потому что Христос победитель греха. Раз и в то же время мы противоположную мысль опираемся для равновесия, чтобы ни в одну, ни в другую сторону не накорениться, потому что кто накоренился, если корабль во время бури, то все, скорее всего, уже завалится и пойдет ко дну. И для равновесия мы помним, так, Христос-то со мной, значит, не дело, как вот апостолы. И мне нравится то, что их учитель спит, и он же тоже, они, может, не за себя даже боятся, но и за себя тоже, он и за учителя. Он-то спит, мы-то рыбаки опытные, а он плотник-то, он из городского, из горного вот этого сирения, на заре, там как бы не до плавания, это мы все опытные пловцы, хоть как-то выживет ли он? То есть, если в этот ты момент понимаешь, что грех тебя наполняет, и ты вспоминаешь не о себе любимом, как вот действительно ты тонешь, а вот вспоминаешь о Боге, и вот как дальше уж и в последующих стихах будут они спасители выпиять, Господи, спаси нас, да, то тогда Господь обязательно тебе поможет избавиться. Но ты должен помнить, что, ой, не то, что, ой, мне неудобно из-за того, что окружающие события. Апостолы не будили Христа, пока волны только били в борта, да, ну как бы, ну бьют и бьют, буря и буря, ну спит и спит, устал наш любимый учитель. А вот когда внутри, то тут уже Господа выпиять. Говорим, нам, Господи, это не нравится. Так и настоящий христианин должен, как Господа выпиять, не когда, ой, у меня раздражитель, ой, меня обидели, ой, мне сделали какую-то гадость, ой, мне болезнь какая-то пришла, ой, на меня сварились материальные сложности. Можно об этом помолиться? Можно. Но самую главную тревогу мы должны бить, когда из-за этих всех окружающих вещей затронута становится наша душа. и у нас появляется уныние, озлобленность, гнев, желание там отомстить, кому-то ответную какую-то гадость сделать. Вот это уже беда. Вот здесь уже только Господа надо будить, потому что уже лодка, она не снаружи бьется волнами, еще разбьется, ничего, пусть бьется. Волна не разобьет на щепки пока что. А вот если внутри уже вот это проникло, вот эта нечистота, вот этого греховного мира, то тут уже конечно нужно беспокоиться. Однако мы помним, что как помним, что эта лодка не пошла ко дну. Так и конечно лодка со Христом ко дну не пойдет. Поэтому даже вот мы почему и можем постоянно все-таки прийти и снова говорим, Господи, буду менять свою жизнь поисповедаться в своих грехах, покаяться. Потому что если мы не упускаем Христа из себя, если мы понимаем грех во меня пришел, значит я должен поскорее что-то доброе сделать, чтобы его уравновесить. Если я понимаю, грех в меня пришел, я поскорее от него должен избавиться. Если я понимаю, я сам не в силах вычерпать эту воду, но если тот, кто это может победить, Господь и когост, прийти, покаялся, помолился, приобщился к святых христовых тайн, за Христа крепче держишься, то тогда от тебя спасение не ускользнет. То тогда даже внешние обстоятельства, которые они у тебя будут, конечно, Господь иногда посылает что-то потерпеть. Ты их переживешь, ты их перетерпишь, Господь тебя удержит, буря-то закончится и вода, которая была в лодочке, она может, конечно, каждый человек, кроме Христа, с грехом. Как и в любой тоже лодки деревянные обязательно там на донышке, но будет чуть-чуть воды. В этом нет ничего страшного. Это не помешает уже дойти до гавани спасения Царствия Небесного. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok